Добрый вечер, дорогие друзья! Поводом для сегодняшней лекции стала карта Королева Кубков. Вы же знаете, что этот аркан принадлежит к числу придворных. В одной из своих лекций я упоминал, что арканы условно делятся на числовые, старшие, тузы и придворные. И хотя каждый из них можно прочесть по-своему, ситуативно, но все же каждая из этих групп отвечает на свои вопросы. Так числовые арканы отвечают на вопрос «что?», старшие на вопрос «почему?», тузы на вопрос «где?», ну а придворные на вопрос «кто?». В древние времена в колодах Теро за каждым придворным арканом стоял конкретный персонаж. Со временем эта традиция сошла на нет и упразднилась, и образ стал собирательным. Теперь, глядя на Королеву Кубков из колоды Уэйта, вы не скажете, а кого же именно автор колоды имел в виду, изображая на карте эту девушку. Ну вот, в разбираемой нами колоде Гюставо Дере, Королев Кубков вполне реальный персонаж. Знакомьтесь, красавица империя. Благодаря Аноре де Бальзаку мы получили героиню, которая помогает нам полнее раскрыть смысл карты. И теперь, глядя на этот аркан, наш образ получается более человечным, и за ним теперь стоит архетип, герой, с которым я вас сейчас познакомлю подробнее. Нашей девушке посвящено несколько отдельных историй, и хотя в них она является куртизанкой, что как бы совершенно не тянет на роль королевы, но Бальзак сумел нам раскрыть ее таким образом, и с таких сторон, что в благородстве ее души не возникает никаких сомнений. И моя задача на сегодня постараться передать вам характер персонажа максимально точно, при этом кратко. История начинается, как это ни странно, не с империи, а с некого молодого монашка, который, собрав свое многомесячное, но все равно жалкое денежное удовольствование, погрузился в вечерние улицы некого города, который называется Констанц, некого города Констанца, влекомый своим желанием и подстегиваемый дьяволом, который то и дело нашептывал ему на ухо, что от благ земных он не отвращался. Примиренький наш монашек частенько получал затрещины или хватал тумаки, но дьявол поддерживал и укреплял в нем надежду, что рано или поздно настанет и его очеред, и выйдет он сам в кардиналы у какой-нибудь кардинальской наложницы. Возгоревшись желанием, стал он смел, как олень по осени, и даже настолько, что как-то вечером пробрался в красивейший из домов Констанца. На лестнице Коева он часто видел офицеров, сенешалей, слуг и пожей с факелами в руках ожидающих своих господ герцогов, королей, кардиналов и епископов. Быстрее гончего пса в любовном раже взбежал наш монашек по ступеням, влекомый сладостным запахом духов до той самой комнаты, где раздевалась хозяйка, болтая со своими служанками, и встал, как вкопанный, трепеща, словно вор, застегнутый стражником. Красавица скинула уже платье, служанки хлопотали над ее разуванием и раздеванием, и столь проворно и откровенно обнажили ее прекрасный стан, что зачарованный попик успел только громкое «Ах!» воскликнуть. И в этом возгласе была сама любовь. «Что вам нужно, мой мальчик?» спросила дама. «Душу мою вам предать!» ответствовал тот, пожирая ее взором. «Можете прийти завтра!» промолвила она, желая потешиться над юношей. На что Филипп, так его звали, весь зардевшись, отвечал «Долгом своим почту!» Хозяйка громко засмеялась, а наш Филипп, в блаженном смятении, не трогаясь места, взором ласкал ее прелести, зовущие любовь. Как-то волосы не спадающие вдоль спины слоновой кости глаже, а сквозь кудри, рассыпавшиеся по плечам, атласом отливала кожа, белее снега. На чистом теле красавице горел рубиновый подвесок, но огненными своими переливами он уступал блеску ее черных очей, увлажненных слезами, кои вызваны были ненержимым смехом. Играючи, она даже подкинула выстроносую туфельку всю разолоченную, словно дыра носится, и от хохота, изогнувшись, показала свою босую ножку величиною слебяжий клювик. К счастью, леюного попика красавица была в тот день весела, а то вылететь бы ему прямо из окна, ибо и знатнейшего епископа могла бы при случае постичь та же участь. «У него красивые глаза», промолвила одна из служанок. «Откуда он взялся?» вопросила другая. «Бедное дитя», воскликнула империя, «его, наверное, мать ищет, надобно нам наставить его на путь истинный». Расторопный наш туренец, немало не теряясь, с упоением ввозрился на ложе, покрытый золотой парчой, где собиралась отдыхать прекрасная блудница. Влажный его взгляд, умудренный силою любви, разбудил воображение господи, госпожи империи. И, покоренная красавчиком, она не то шутя, не то всерьез повторила. «Завтра». И отослала его властно, властно махнув рукою, мановенью которой покорился бы сам папа Иоанн. Благодаря этой короткой встрече вы стали понимать, что империя была не просто блудницей. Их было немало в том городе, но она имела настолько огромную власть над мужчинами, которые управляли тамошним обществом, что можно было смело сказать, что тем обществом вполне могла бы управлять и она, если бы только этого пожелала, ибо мнение ее имело большой вес, и ее слово, сказанное вовремя и в нужное ухо, способно было развязать или закончить войну. Но этого всего наш Филипп еще не знал, и когда он на следующий день, истратив все свои монеты на благовоние, притирание и паровую баню, порхал на крыльях любви к уже знакомому дому, то поинтересовался, кому принадлежит это жилище. И вот тут образ империи стал раскрываться и ему, и нам полнее. Я-то вам уже немного рассказал про нее, но вот что услышал наш священник, что она из всех куртизанок почиталась самой роскошной и слыла к тому же взбалмошенной, вдобавок была она прекрасна, словно богиня. Не было ее ловчей в искусстве водить за нос кардиналов, укращать серепеших вояк и притеснителей народа. При особе ее состояли лихие капитаны, лучники, дворяне, готовые служить ей во всяком деле. Единое ее гневное слово любому неугодившему ей могло стоить головы. И такую же погибель несла любезная ее улыбка, ибо не единожды некий мессир, военачальник на службе короля французского состоявший вопрошал, нет ли такого, кого сей же час ради нее належит убить. Важнейшим особом духовного звания госпожа империя вовремя умело ласково улыбнуться и вертела всеми как хотела, будучи бойко на язык и искусно в любви. Так что и самое добродетельное, самое холодное сердцем попадались как птицы в Тонета. И потому она жила любима и уважаема, не хуже родовитых дам и принцесс, и обращаясь к ней называли ее госпожа империя. И теперь вы понимаете статус и величие этой персоны. Да, крутизанка, да, блудница, но общество того времени, видать, было более снисходительно к профессии такого рода, чем в нынешние времена. Это раз. А два, что более важно для нашего аркана, что она совершенно соответствует статусу королевы. Ну, разве что кроме самого королевского титула. Формально я имею ввиду. Ну, что же, более-менее вырисовывается портрет, я надеюсь. Но у меня есть еще что вам о ней рассказать. Итак, Филипп, вспоминая прелести, в кои он с восторгом лисеизрел накануне, опасался, что этим дело и кончится, и тяжко огорчался. Он бродил по улицам, не пил, не ел, ожидая своего часа. Хотя был достаточно привлекателен собою, весьма обходителен и мог найти себе красавиц менее жестокосердых и более доступных. С наступлением ночи молодой наш туренец, подстрекаемый самолюбием и обуреваемой страстью, задыхаясь от волнения, проскользнул как уш в жилище истинной королевы собора. Почему собора? Да потому, что перед нею склоняли главы свои все столпы церкви, мужи закона и науки христианишей. Служанка взяла его за руку и повела в залу, где в нетерпении ждала госпожа империя, одетая, как подобает жене, многоопытной и чающей удовольствием. Сияя красотой, она сидела за столом, покрытым бархатной скатертью, расшитый золотом и уставленный отменными напитками. Она сразу же приметила, что юноша отчет не может оторвать. Но хоть и не в диковинку были ей поклонники в виде бесстыжих попов, терявших голову от ее красоты, все же она возрадовалась, ибо за ночь совсем влюбилась в злосчастного юнца, и весь день он не давал покоя ее сердце. Все ставни были закрыты, чтобы никто не помешал. Хозяйка дома была в наилучшем расположении духа и в таком наряде, словно готовилась принять имперского принца. Филипп поспешил поклониться сияществом, которому мог позавидовать любой кавалер, и зато дама сказала, одарив его жгучим взором, «Садитесь рядом со мною, я хочу видеть, переменились ли вы с вчерашнего дня?» «Я не стану утомлять вас пересказыванием их диалогов, постараюсь передать суть происходящих событий». Вскоре вбегает служанка и сообщает, что пребывает некий куарский епископ. Империя тут же меняется в лице и в голосе, и из милого собеседника превращается в разгневанного тирана. Епископ, несмотря ни на что, врывается в покое, между ними состоится потрясающий диалог на троих, где каждый понимает, в чем дело. Империя за словом в карман не лезет и вертит бедным епископам так ловко, что все они усаживаются за стол. Мало того, когда Филипп засобирался уходить, она приказным тоном, не терпящим возражения, заставила его остаться. Ее план напоить епископа уже вышел на финальную прямую, как во дворе послышался топот множества лошадей, и вскору в залу вошел кардинал Рагузский. Злосчастная куртизанка и ее любовник стояли в смущении и расстройстве, словно пораженная проказой. Ибо лучше было бы искусить самого дьявола, нежели отринуть кардинала, тем паче в тот час, когда никто не ведал, кому быть папой, а кардинал мог стать папой. Ибо три притязателя на папский престол уже отказались от тиары. Кардинал разгадал, долго не раздумывая, Альфу и Омегу этой истории. Поразмыслив с минуту, он уже придумал, как действовать, чтобы ублажить себя без лишних хлопот. Он отзывает Филиппа в сторону и говорит, или сочетаться тебе крепкими узами до окончания дней своих с неким аббатством, или с госпожой империей на один вечер и зато принять на утро смерть. То есть, как вы поняли, кардинал ему предложил не ту сделку, не ту взятку, от которой он не мог отказаться. Но речь не о нем. Все-таки главный герой у нас, а точнее героиня, это королева кубков. Услыхав их диалог про сделку и видя, что Филипп удаляется, красавица империя запухтяла подобную дельфину, ибо догадалась, почему отрекся от нее пугливый монашек. Она не была столь ревностной католичкой, чтобы простить любовнику, раз он изменил ей, не желая умереть ради ее прихоти. И в змеином взоре, коим империя смирила беглеца, была начертена его смерть, что весьма позабавила кардинала. Распутный итальянец почуял, что аббатство, подаренное им, вскоре обратно к нему вернется. А наш туренец, немало не обращая внимания на гнев империи, выскользнул из дома, как побитый пес, которого отогнали от господского стола. Из груди госпожи империи вырвался стон. В тот час она бы жестоко расправилась со всем родом человеческим, будь это в ее власти. Ибо пламя, вспыхнувшее в ее крови, бросилось ей в голову, огненные искры закружились в воздухе вокруг нее. И немудрино, впервые случилось, что ее обманул, подумай только, какой-то жалкий монах. Для чего я вам это все подробнейшим образом рассказываю, опуская, правда, лишний пафос и ведиеватый слог Бальзака? Чтобы полнее раскрыть и составить портрет королевы кубков. И вот эта вечерняя сцена, например, раскрывает нам ее образ как той, которая способна по-настоящему влюбиться не во власть, престиж или деньги, а в простого юнца-монаха просто влюбиться безо всяких условностей. Да, несколько поспешно, да, необдуманно, и да, совершенно способна погрузиться во власть своей стихии. И на такое поведение способна из всех королев только королева чаш. Ну, и чтобы хоть как-то обелить мужскую половину человечества, скажу, что на самом деле Филипп наш никуда не ушел. и осчастливил своим внезапным появлением империю после того, как она все-таки отшила кардинала. Я понимаю, что вступительная часть несколько затягивается, но я вам просто обязан рассказать еще одну историю про нашу героиню. Поймите, без нее образ не будет раскрыт полностью, и она в вашей памяти так и останется просто влюбленной картизанкой, хоть и со статусом королевы. Но перед этим прежде я еще несколько хотел бы сказать фактов, чтобы у вас не осталось сомнений, что она обладала всеми внешними атрибутами королевы. Кардинал Рагузский, желая постоянно быть рядом с ней, приглашает ее в Рим, где подарил империи великолепный дворец. От этого кардинала у нее рождается прекрасная дочь, после чего, как говорят очевидцы, наша красавица стала еще изящнее и утонченнее, и что, мол, рождение ребенка никоим образом не повредило совершенство ее стана, ее прелестных изгибов тела. И даже некий прославленный врач после этого написал, что каждая женщина должна родить однажды, дабы сохранить здоровье, свежесть и красоту. Когда дочери империи исполнилось 18 лет, а дочку звали Феодора, она решила искупить молитвами грешную жизнь своей матери, удалиться от мира и пожертвовать все свое немалое состояние обители некой святой Клары. С этой целью отправилась она к некоему кардиналу, и этот последний склонил ее приступить к исповеди. Пастырь, соблазненный красотой своей овечки, попытался силою овладеть ею. Феодора, не желая принять позор от названного монаха, ударом кинжала пресекла свою жизнь. Этот случай, занесенный в летопись этого времени, поверг в ужас всех жителей города Рима, которые объявили траур, столь была любима дочь госпожи империи. Сама же империя вступила тогда в тридцать девятый год своей жизни, и по свидетельству очевидцев в ту пору особенно пышно рассвела ее краса. Все естество ее достигло высшего совершенства, подобно тому, как наливается сладостным соком созревший плод. Скорбь осенила прекрасное ее чело, и оно сурово взирало на того дерзкого, кто говорил ей о любви, желая осушить ей слезы. Сам папа явился к ней во дворец со словами увещевания. Однако ж она не снимала траурных одежд и твердила, что отныне посвятить себя Богу, познав множество мужчин, не познала она истинной радости, разве только с неким молоденьким монашком, которого она возлюбила как ангела, да и тот обманул ее. Бог же ее никогда не обманет. Намерение империи ввергло многих великую грусть, ибо она была отрадой всех знатных римлян. Встретившись случайно на улице, выспрашивали они друг у друга, а что слышно госпожи империи? Неужели мир лишится любви? Сам император римский весьма огорчился по той причине, что в течение одиннадцати недель был в любовном обхождении с ней и покинул ее только ради дальнего похода, но и поныне продолжал любить ее как самую драгоценную часть своего тела. Империя была любима также мастерами и подмастерьями искусственными в разных ремеслах, ибо щедрой рукой тратила она деньги на сооружение храма на том месте, где покоились останки ее дочери Феодоры. Из этой части повествования мы смотрим на королеву кубков в тяжелое для нее время, когда она потеряла дочь. Рождение Феодоры не изменило ее в свое время, и вскоре даже она покинула Рим со словами, что он несет для нее дурные новости и, мол, от него рождаются дети. Но сейчас, потеряв свою единственную дочь, она решается совершенно изменить свою жизнь впервые, и мы видим, насколько глубоко ранило ее и перевернуло мировоззрение это событие. Запоминайте, запоминайте, все эти факты должны у вас сформировать полный образ королевы кубков. Но время скорби закончилось. Никогда не было столь прекрасно госпожа империя как в первый вечер празднества после долгого своего траура. Принцы, кардиналы и прочие твердили, что она достойна поклонения всего мира. На этом вечере был и некий молодой рыцарь по имени Де Лиль Адан. Не имея гроша за душой, он все же снискал расположение при короле, поскольку был весьма надежным и умело выполнял различные поручения. Имел молоденькую невесту при дворе из рода Монморанси. На этом званом ужине он впервые собирался увидеть знаменитую госпожу империю. Был он среднего роста, статин прям подобно колонне, темноволос и с искрометным взглядом черных глаз и с бородой, как у старого папского легата. Так пишут. И хоть был он весьма хитер, но с виду казался просто душным и милым, как смешливая юная девица. Как только кавалер перешагнул порог, империя почувствовала, что сердце ее уязвлено сладостной мечтой, которая костула всех струн ее естества. И они заиграли. Давно не слышала она их музыки, и опьяненная любовью при виде юной красы, так бы и расцеловала рыцаря в округлые его щеки, румяные словно яблочки, если бы не удерживал ее царственное величие. Столь искушенная куртизанка, как империя, не ошибалась в мужчинах, ибо перевидела их на своем веку изрядное число. В укромном ее приюте любой забывал, что есть на свете стыд, как не знает седа одержимый похотью неразумный пес, не различающий даже кровного родства. Любой являл себя таким, каким он был от природы, мысля, что все равно суждено им вскоре расстаться. Нередко жаловалась она и говорила, что от услад страдала больше, чем иные от бедствий. Такова была изнанка ее жизни. Притом случалось, что любовник, домогаясь ее, выкладывал в уплату за одну ночь столько золотых дукатов, что лишь вьючному мулу было поднять под силу такой груз, а иной гуляка, которого отвергала империя, был готов перерезать себе глотку. Итак, праздником для империи было почувствовать вновь молодое желание, склонившее ее некогда к ничтожному монашку, о чем я говорил в начале нашей истории. Но как с той счастливой поры прошло много лет, то любовь в более зрелом возрасте сильнее охватила ее, была подобна огню, ибо тут же дала о себе знать. Когда же юноша подошел к империи, чтобы приветствовать ее, она выказала царственное высокомерие, как то бывает с женщинами, чье сердце переполняет любовную склонность. Однако, Лилиодан даже не заметил, скучна ли империя или приветлива, и сам веселился от всей души. Прелестница же досадуя на него настроила свои флейты на другой лад, из неприступной стала доступной и даже чуть-чуть беспутной. Она подошла к юноше, голос ее зазвенел, взгляд засиял, она кивнула ему головой, задела его рукавом, назвала его мансиньером, забросала его любезными словами, поиграла пальчиками на его ладони, и под конец улыбнулась ему весьма лукаво. А тому и в голову не пришло, что он, такой юнец, да еще без гроша в кармане, может приглянуться империи, не зная, что красота его стала ей дороже всех земных сокровищ. Он не попался в расставленные тенета и стоял посреди зала с важным видом. Понимая, как тщетны все ее ухищрения, империя почувствовала гнев, и сердце ее загорелось жарким пламенем. И так горела она в ужасном огне, остудить который мог лишь поток любви. А младший отпрыск, Телиль Аданов, покинул зал, ничего не заметив. В отчаянии от такого пренебрежения империя потеряла рассудок, в голове у нее помутилось, и она послала искать его по всем галереям. Ни разу в жизни до этого не проявила она подобной слабости ни ради короля, ни ради папы, ни ради императора. Вскоре беглец был найден. Ему мягко намекнули, что он приглянулся госпоже империи. И когда померкли огни в залах, где на полу валяли золотые кубки, где охмелевшие гости заснули на коврах, империя удалилась в свою опочивальню, ведя за руку своего милого избранника. Ликуя, признавалась она, что когда охватила ее влечение, готова она была броситься на земь перед ним, как покорное животное, чтобы растоптал он ее, если б того пожелал. А он тем временем снял свои одежды и возлег на ложе точно у себя дома. Империя же путалась в платьях и вела себя так, что служанки ее весьма удивились, ибо знали, как благородно, не в пример прочим, их госпожа ведет себя в постели. А вслед за ними удивлялась вся округа, узнав, что любовники не покидали своего ложа в течение девяти дней. Не только по Риму, но и по всей Италии разнесся слух о победе, одержанной над госпожей империей. Она же похвалялась, что никому не уступит своего милого, наплевать ей на всех мужчин. Империя еще призналась служанкам своим, что в отличие от прочих мужчин, которых она лишь терпела, теперь она все больше желала его нежить и не может обойтись без него, без ясных его очей, ослепляющих ее своими лучами. Она говорила еще, что если бы он только пожелал, она всю свою кровь позволила бы ему выпить, волосы свои отрезала бы ради него. Мышь тем только один волосок свой дала она доброму императору римскому, каковой вшил его себе в воротник и берег точно драгоценную реликвию. И поведала она также, что истинная ее жизнь началась лишь с той достопамятной ночи, ибо в объятиях велье де лиль Адана она трепещет от наслаждения, так что кровь ее приливает трижды к сердцу за краткое время. При первом же своем выходе из дома госпожа империя сказала римским дамам, что лишит себя жизни, если молодой рыцарь покинет ее, и что тогда, подобно царице Клеопатре, не замедлит дать скорпиону или ехидне ужалить себя, и под конец объявила весьма решительно, что отныне и навсегда она попрощается со своими безумствами и докажет, что есть на свете добродетель, отрекшись от всей полноты своей власти ради вышеназванного Вилье де Лиль Адана, которому она предпочтет стать служанкой, чем властвовать над всем христианским миром. И что же это творится, мои друзья? Куда катится мир? Что же это происходит с нашей королевой? Все просто. Слово на букву Л Лю БОВЬ На сороковом году жизни она как девчонка по ушу влюбляется в простого рыцаря. Бедного, но красивого. И это очень важная деталь, которая нам раскрывает королеву Чаш, что бы ни происходило в ее жизни, какие бы перемены не наступали, сколько бы у нее не было денег, влияния, статуса, простите, но даже смерть дочери не смогла лишить ее способности любить по-настоящему, искренне, самозабвенно и с упоением. Я отнюдь не про секс, а впрочем, вы и сами это поняли. Что там в Риме началось? Можете себе представить, если даже английский кардинал попытался убедить папу, что коль единая любовь к одному лишь мужчине завладела сердцем женщины, созданной на утеху всем и каждому, то это, дискотнистское преступление и разврат, и что папе нужно запретить этот брак, ибо он оскорбляет все благородное общество. Но любовь бедняжки империи, которая искренне сожалела о своих горестных заблуждениях, была столь трогательна, что смягчила сердца даже самых беспутных кутил, оттого и замолкла злословие, и каждый простил империи ее счастье. Как-то во время поста империя приказала своим слугам поститься, пойти к исповеди и обратиться помыслами к Богу. Сама же она отправилась к папе, припала к его стопам с таким усердием кай своей любви, что получила отпущение всем своим грехам. Должно сказать, что эта святая купель возымела немалую силу, ибо бедный отпрыск рода Дель-Лиль-Аданов так запутался в расставленных тенетах, что вообразил себя в раю и забыл о переговорах, о своем короле, забыл любовь девица Монмаранси, забыл все на свете и решил жениться на госпожей империи, чтобы прожить с ней всю жизнь и умереть вместе с нею в один день. И посмотрите теперь на нашу королеву кубков с этой стороны, каково было воздействие искусства великой оболестительницы, когда она обратилась на благо истинной любви. госпожа империя дала на прощание королевское пиршество для своих голубков и голубчиков в высокотржественный день мракосочетания, на которое съехались все итальянские принцы. В народе говорили, что у невесты было миллион с золотом. И хотя велико было ее богатство, ни империя, ни юный ее супруг немало не пеклись о своих несметных сокровищах, ибо их занимало лишь сокровище любви, и помышляли они только о нем. Сам Папа благословил их союз, сказав, сколь благостно видеть блудницу, обратившуюся к Богу стезей брака. Итак, в последнюю ночь все увидели, что царица красоты станет отныне простой хозяйкой замка во Франции. Новоиспеченная госпожа Делиль-Адан шутливо отвечала, что после 24 лет, проведенных в стараниях всех услаждать, она честно заслужила отдых, и что у нее остались еще улыбки для тех, кто приедет посмотреть, как она играет роль добродетельной жены. И тут посланник английский сказал, что она способна на все, даже вести добродетель на высочайшую ступень. Каждому из своих друзей империя оставила подарки и раздала значительную сумму денег бедным. Затем она внесла немалую лепту в монастырь, куда мечтала удалиться ее дочь. Когда супруги отправились наконец в дорогу, всеми признанная королева любви была встречена праздницами во всех городах Италии, куда дошла весть о ее обращении. Каждый желал увидеть столь любящих друг друга супругов, что является редким случаем. Иные владетельные принцы принимали при своем дворе счастливую чету, считая долгом оказать почет женщины, отрекшейся от своей власти над всеми сердцами ради того, чтобы стать добродетельной женой. Все деньги, полученные от милых ее голубков, она пожертвовала на украшении храма Святой Марии, что в городе Флоренции. Даже римский император написал ей прощальное письмо, в котором не только признался ей в любви, но и готов был принять ее саму и ее мужа, если так случится, что во Франции к ним отнесутся плохо. И на этом хэппи-энде я бы хотел закончить рассказ истории о госпоже империи. Но вы знаете, есть у меня еще что вам раскрыть, и поверьте, без этих сведений образ королевы кубков не будет полным. Итак, перебравшись во Францию, молодое семейство Делиль-Адана селится в пригороде Парижа. Супруги жили на радость всем столь счастливо, что при дворе только и было разговоров, что об их браке и о счастье мессира де Бомона. Почему мессира де Бомона? Потому что он купил поместье Бомон, и теперь он стал мессир де Бомон. А более всего о совершенствах шли разговоры, о совершенствах и скромной жизни его супруги, которую по-прежнему друзья именовали госпожой империей. И в этой ее новой жизни автор нам вновь напоминает о качествах, которые нам полнее характеризуют образ королевы кубков. Он пишет, что она была отнюдь не горда и не жестока, как сталь, наоборот, имела все качества и достоинства домродетельной жены, и могла в том послужить примером самой королеве Франции. Тоже и святая церковь возлюбила ее за усердие в вере, и сам король, не менее чем королева и все придворные, был восхищен госпожой империей. И за приветливое обхождение ее провозгласили совершенством любезности и красоты. Свою скромностью империя достигла больше, нежели добилась бы она надменностью. Ее пригласили ко двору и просили бывать всюду, куда бы она не пожелала прибыть. Столь велико было обаяние ее большого сердца и ее великой любви к супругу. И то сказать, под покровом добродетели, прелесть этой женщины приобрела еще больше очарования. Заметьте, сколь сильно переобразилась эта женщина, какую ныне славу она сыскала себе, какого высокого мнения были они окружающие. И заметьте, все это небезосновательно. Вскоре ее муж стал стремительно продвигаться по карьерной лестнице и даже был назначен губернатором всей провинции. Так он вошел в число самых видных вельмож при дворе. Незаметно для обоих пролетело шесть лет. И мнилось влюбленным, что их брак совершился лишь вчера, и каждая ночь для них была мрачной ночью. И если графу случалось отбыть ненадолго по какому-либо делу, он грустил, расставаясь женой и тосковал, не видя ее. Так же, как и она страдала, не видя его. Король, крепко любивший графа, однажды спросил его, имеешь ли ты детей? На что Бомон ответил, государь, у брата моего есть потомство, следовательно, наш род имеет продолжателей. Но случилось так, что оба сына его брата погибли злой смертью. Один упал с коня на турнире, другого унес недуг. Да и сам старший брат столь скорбел об этой утрате, что вскоре умер с горя. К тому времени империи минуло 45 лет. И она была еще способна произвести потомство, ибо сохранила свою свежесть и гибкость мышц. Однако она не зачинала. И видя, что роду их грозит угаснуть, она решила во что бы то ни стало подарить своему супругу младенца, какой носил бы славное имя Лиль-Аданов. Я не стану вас утомлять вот этим всем длинным перечнем того, что перепробовала наша героина, дабы забеременеть. На какие только ухищрения и шаги не шли супруги, чтобы у них появился наследник. Несмотря на пример на свое поведение, госпожа империя не зачала и впала от того в великую печаль. Вскоре стала она замечать, как грустит подчас ее муж и подглядела, как украдка и плачет, горюя, что любовь их не приносит плода. Отныне супруги смешали свои слезы, ибо в их совершенном браке все было общее, и они ничего не таили друг на друга, так что мысль одного становилась мыслью другого. Чем больше она об этом думала, тем больше желала умереть, вспоминая, как был он добр и снисходителен к ней, не исполнивший своего долга жены, не родивший ему ребенка и уже не могущий родить. Скрыв свою печаль глубоко в сердце, она решилась принести жертву достойную великой любви, и прежде чем осуществить свое геройское намерение, удвоила она любовь свою прилежнее прежнего, стала свою красоту, следовала наставлениям ученых, желая сохранить ее во всем блеске, в чем и преуспела. Империя отыскала в Риме первую любовь своего мужа, помните, девушка Монмаранси, я вроде бы уже говорил в ней в начале рассказа. Лиль Лиль Адан был не то помолвен с нею, не то твердо намеревался это сделать, прежде нежели он встретил свою будущую жену. Так вот, наша героиня тайно встретилась с той девушкой, которая спустя семь лет таки собралась замуж, наконец-то пережив горе расставания, хотя скорее по приказу отца. Вот что ей сказала госпожа империя. Тот, кого вы любите, изменил вам лишь потому, что попал в тене-то, в каких и ангел запутался бы, и он освободится от своей старой жены прежде, чем листья спадут с деревьев, а тогда ваша верная любовь будет увенчана цветами. Итак, найдите в своем сердце твердость, откажитесь от предложенного вам замужества, и вы найдете счастье с любимым. Поклянитесь мне крепко любить графа, самого благородного из мужчин, никогда не огорчайте его, и благодаря вашим стараниям ему нетрудно будет изгладить из памяти его воспоминания о старой жене. Девица Монморанси не знала, кто ей сообщил эти слова, но от своего намерения выйти замуж она отказалась, о чем сообщила своему отцу. Примерно в это же время империя стала вести осторожные беседы со своим супругом, так сказать, заходя издалека. Беседы в виде намеков о ее болезни, мол, она страдает болезнью сердца, которая еще в юные годы укражала ей смертью. И говори, что если уж и суждено мне умереть, то прежде поклянись мне, что после моей смерти ты возьмешь в жены Монморанси. И дискотина настолько уверена в своей кончине, что оставит все свое состояние только при условии этого будущего мрака. Стоит ли говорить, что при подобных речах у графа подкосились ноги, и много было сказано слов, обещаний и заверений, но речь не о нем. В ночь на 1 октября империя раскусила флакон со смертельным ядом, что хранился у нее в персне. Говорят, что на смертном мадре румяне снисходился ее щек, что сам создатель был милостив к ней и уберег от разложения. По повелению скорбевшего супруга все облеклись в траур, и он немало не подозревал, что умерла империя, дабы освободить его от бесплодной жены. Лекарь же, бальзамировщик, не открыл ему истинной причиной ее смерти. Этот образ королевы кубков раскрывает нам истинное значение любви. Ведь она, как никто другая знает цену своей стихии. И среди иных королев, иных мастей, среди самых благочестивых жен, вряд ли нашлась бы хоть одна, которая решилась бы пожертвовать подобной империи своей жизнью ради любви. А ее муж продолжил жить дальше. И можно сказать, что план госпожи империи сработал, и ее жертва не была напрасной. Наверное, этого бы очень хотела покойная супруга. Великодушно это деяние открылось для Лиль-Адану через шесть лет после ее брака с мадемуазель Монмаранси, когда простушка поведала ему о посещении госпожи империи. Несчастный Лиль-Адан впал в глубокую тоску и вскоре умер. Он так и не нашел утешения в своей молодой жене. Наверное, это доказывает справедливое суждение тех времен, будто королева кубков никогда не умрет в том сердце, где она царила. Ну все, все, хватит реветь, идите, умойтесь, я подожду. И если есть силы, то возвращайтесь, и мы продолжим разбор. Если нет, то самое время поставить на паузу и вернуться ко мне в любое удобное время. Я никуда не уйду с этого стула. И пока вы меня не досмотрите, я никуда не уйду, поверьте. Так и буду сидеть здесь до следующей нашей встречи. Ну что же, это совершенно потрясающий и яркий образ, который так живо наполнил бездушную картинку на карте. Спасибо тебе, Анора де Бальзак. Давайте теперь продолжим наше пооружение в аркан, ведь мы неплохо вооружены архетипичным образом империи. Традиционно перейдем к нашим семи пунктам, которые помогают полнее раскрыть любой из арканов, даже из незнакомой колоды. Напоминаю, это список неготовых ответов, а скорее структура, которые нужно заполнить словно анкету опросник. Итак, вот они. Первый называется внутри снаружи. В данном случае речь идет о придворном аркане. И это чаще, чем в любых других картах, означает появление конкретной персоны в нашей жизни. Что, мужики, слюни, небось, уже потекли, размечтались о появлении империи в вашей жизни. В общем, либо это мы выступаем в роли королевы кубков, тогда это внутреннее, либо это в нашей жизни кто-то ведет себя, словно этот аркан, тогда это внешнее. До и после. Рыцарь кубков и король кубков. Что каждый из них означает? Понимание их роли поможет глубже осмыслить королеву. И мне кажется, тут все должно быть намного проще, чем с иными арканами, ведь мы так или иначе, но знакомы с придворной иерархией. Ведь придворные карты, как никакие другие, дают нам понять степень влияния человека на ситуацию. Так рыцарь это суетливый, инициативный, молодой человек, независимо от возраста, кстати, который выполняет приказы короля и королевы. Он уезжает с поручениями, а приезжает с новостями и предложениями. Королева же сидит на троне, то есть она явно не рыцарь, и сказать, что она на побегушках, так не скажешь ведь, но и королевством она не управляет. Ее роль очень похожа на роль серого кардинала, человек, который очень часто остается за кулисами, но кто может умело дергать за ниточки, чтобы куклы на сцене шевелились так, как нужно. Королева не может, как король, топнуть ногой, она может топнуть ножкой, ну, в том смысле, что слово короля закон и твердо, как сталь, а сила королевы в играх губки закусить, ножкой топнуть, слегка обидеться, а она могла бы даже управлять королевство. Но только как теневый персонаж. Ну и конечно же, это не про королеву кубков. Она вдохновитель для своего короля. И она может помочь рыцарю переместиться из левой части в правую. Я понимаю, что несколько путает и смущает половая принадлежность в придворных арканах, чего нет в числовых, например, и сложно мужчине представить себя в роли королевы. Ну, во-первых, я уже говорил, что придворные очень часто показывают нам конкретного человека. А значит, это, так сказать, сужает круг подозреваемых. А во-вторых, все мы имеем и мужское, и женское начало. Значит, и мужчина, хоть в картах это скорее исключение, но может вести себя как королева. Повторюсь, это скорее исключение. Чаще это укажет на его связь с женщиной, на его мысли о женщине, ибо что за ним стоит женщина. Итак, королева умело распоряжается тем, что добыл король, а дает распоряжение подчиненным, вдохновляет своего мужчину на новое свершение. Следующий пункт. Статика или динамика? Конечно, это статика. Во-первых, это королева. Она сидит на троне и никуда не спешит. Ну и к тому же эта энергия им в чистом виде. Она накапливает и наблюдает. Вода не любит динамику. Хотя и шторм на воде бывает, что можно сравнить с бурей эмоций. Следующий пункт. Буквальное прочтение. Буквальное прочтение очень часто может выручить, особенно когда вопрос не предполагает глубокого раскрытия, а скорее ответ типа да, нет. Тогда очень часто карты читаем ракульно. То есть обращаем внимание не на смысл аркана и что стоит за образом, а на то, что нарисовано на карте непосредственно. И вот тут каждая колода вносит свои детали. Хотя наша королева тоже сидит вот эта. Но символ власти в руках не держит, в отличие от классической королевы Уэйта. Есть перо в руках как намек на ветренность и легкомысленное поведение. Бородатые мужики, которые обступили трон, могут, например, сказать, что данная персона не обделена мужским вниманием. Выражение лица не такое безумное, как у классической королевы. Одежды роскошные, обстановка богатая. Символика это следующий пункт. Обращайте на нее всегда внимание. Ищите скрытые подсказки, запоминайте их, они будут словно ключики, открывающие потайные двери в более глубокий смысл карты. Уэйта это и то самое выражение лица, словно у одержимого человека, и то, что над двумя руками ухватилось за кубок, и трон ее стоящий на песке, на берегу, что дает понять зыбкость ее решений, нестабильность поведения. И то, что кубок закрыт, чего нет в остальных кубковых арканах, и то, что ноги у нее стоят все же на песке, а не в воде, намек на способность быть над эмоцией, и многое-многое другое. Мы сегодня не застряем внимание на Уэйтовской колоде, а вот на карте из колоды Дере, как таковой символики нет. Увы, традиционно не сложилось ввиду молодости колоды, но вот сама история, написанная Аноры де Бальзаком, помогает нам понять этот аркан глубже. И наша задача просто вспомнить историю, связанную с нашей госпожой империей. Вспомнить ее черты характера, манеру поведения, ее поступки. Следующий пункт называется масть или знак зодиака, если таковой стоит за картой. Конечно же обязательно смотрим на масть карты. В данном случае это кубки или чаши, стихия воды. И хотя она не является самой медленной стихией, это свойство мы оставили за пентаклями, но все же это также инская женская энергетика, а значит инертная, пассивная, накапливающая. Помните описание Высшей Жрицы? Она словно говорит знание, которое ты ищешь внутри тебя, и чтобы найти его, нужно обойти свое сознание. Необходимо провести какое-то время в размышлении, более в поисках покоя, чем ответов и решений, и они придут сами в какой-то момент. Погружение в себя это словно погружение в глубокие воды, именно такая аналогия напрашивается. Помните также, что Высшая Жрица это воплощение женской энергетики, которая в отличие от мага мужской энергетики не бежит за 3-9 земель, чтобы залезть на самую высокую пальму и срывать кокос. Она сидит на берегу реки ждет, когда кокос сам приплывет к ней. Она созерцает и размышляет. Она погружается в себя и никуда не спешит. Да, она способна вдохновить мага, как собирательный мужской образ, чтобы он захотел того же, что нужно ей. Тот самый кокос с высокой пальмы. Слышали фразу, часть которой звучит, как рыба в воде? Мы все понимаем ее значение, но ее корни уходят в то, что люди в дрянности наблюдали и поняли, что беспомощная рыба на суше становится очень быстрой, ловкой и проворной в своей стихии и с легкостью может побороть более крупного и сильного человека, помещенного в воду. Для человека же вода это неестественная среда питания. В ней он становится медленным, неуклюжим и тяжелым. и если не понимает, как работает эта стихия, то быстро идет ко дну. Главное, что вам нужно вынести из этого блока, так это то, что вода несет в себе женскую энергетику, она покрыта тайнами, она способна замедлить даже самого быстрого и горячего. Магия числа. Конечно же, это придворный аркан. А как вы знаете, они не имеют за собой никакого числа. Но многие террологи для удобства присвоили им числа. Продолжая ряд младших арканов, после десятки идет паш, значит одиннадцать, рыцарь двенадцать, королева тринадцать, ну и король четырнадцать. Возможно, такая информация вам поможет. Особенно, когда она становится общепринятой, а не индивидуальной. Ну и так считают все и пользуются этим также всем. Итак, запомните эти семь пунктов и пользуйтесь ими подобно шаблону анкеты при каждом знакомстве с арканом. А если вдруг, в какой-то момент, вы смотрите на расклад и не понимаете, с чего начать, то воспользуйтесь этими пунктами и дело сдвинется с мертвой точки. Ну и в конце концов это поможет избежать грубых ошибок, как, например, увидеть динамику там, где ее попросту нет. Ну, в статичной карте имею в виду. А сейчас давайте подробнее посмотрим, как наша королева кубков отыгрывается в каждой из сфер нашей жизни, в нашем саморазвитии, в нашей карьере, в финансовой сфере и отношениях. Отдельно поговорим о перевернутом значении карты. Как вы знаете, за каждую из сфер отвечает определенная масть и стихия. Итак, первое саморазвитие. В этом блоке мы должны понять традиционно, какие уроки мы можем извлечь и какие качества в себе развить или усилить уже имеющиеся. И, казалось бы, это легко, стоит просто поразмышлять над поведением империи. Но ведь это следствие, а нам нужна причина. И, как я увидел, причина в ее эмпатии, в ее способности настраиваться на волну другого. В королеве чаш не сильно ее собственное индивидуальное начало. Будь оно ярко выраженным, это помешало бы ей в совершенстве настраиваться на другого. Она угадывает и считывает в индивидуальном порядке того, кто рядом с ней, проникаясь бессознательным другого человека и проживая его на собственном опыте. Сила королевы кубков в том, что она подобна зеркалу и очень точно отзеркаливает проекцию, направленную на нее противоположным человеком. И вся магия заключается в том, что человек после этого начинает словно тонуть в ней. Хотя на самом деле он упивается своим отражением. Все, конечно, замечательно, но чем же саморазвитие, спросишь ты? Понимание этого натолкнуло меня на мысль, что внутри мы состоим из разных личностей или из разных грани личности. И вы знаете, как порой трудно договориться о чем-то внутри себя, как порой трудно вести диалог, внутренний диалог. Внутренняя королева кубков помогает стирать препятствия, она расширяет границы, размывает черты между тем, что есть и тем, что должно быть с точки зрения любящего сердца. Отчасти это можно назвать мечтами, иллюзиями, фантазиями, но это также мудрость сердца, его преданность собственному интуитивному знанию, какими прекрасными должны быть люди, каким прекрасным могу быть я сам. Она словно дает второй шанс и протягивает руку, она дает веру в самого себя, она позволяет погружаться вовнутрь себя, в потаенные уголки своего бессознательного, она верит в тебя, она раскрывает твои таланты, она тебе более высокого мнения, чем ты сам, она не рациональная, но она верит и чувствует, и хотя это противоречит логике, но правда жизнь показывает, что работает это не менее результативно. Карьера. Если отойти от персонализированного значения по этому аркану, а рассматривать его как числовой, то удачное разрешение переговоров может быть. Вероятно, они будут лишены логики и возможно не были так спланированы, как при мечевой карте, но ведь все каким-то невероятным образом разрешилось малой кровью. Это все та же эмпатия и дипломатичность, которые даже в деловых кругах способны не разрубить, а именно развязать Гордий в узел. Если вопрос касается творческой сферы в плане работы, то это прямая стихия королевы кубков, и она осудит успех и развитие на данном поприще. А список тут невообразимо широк. Это и музыка, и поэзия, и театр, и кино, и развлечения. Что уж там. Даже сталелитейный цех, но при котором есть дизайнерский отдел, тоже творчество. Это может быть работа, связанная с чисто женскими штучками и товарами. Работа с людьми, и требуется чуткость, понимание и эмпатия. Это и эзотерика наша с вами тема. Как негативное реверсное значение может означать бесформенность планов, неопределенность практических действий нет, и склонность идти путем наименьшего сопротивления. А девизом будет служить слова «По месту разберемся». В общем, это когда человек в облаках витает, а здесь и сейчас требуется решительность и конкретика. Финансы. Как я часто говорю, где кубки, а где финансы. И если в предыдущем блоке в плане карьеры профессионального развития это была вполне подходящая карта, то деньги любят счет. А королева кубков, увы, считать их не умеет, да и не видит особой надобности в этом. Есть деньги хорошо, нет денег не страшно. А уловить причинно-следственную связь между тратами и отсутствием денег она вряд ли сумеет. Да и как никто другой покупки совершает эмоционально. Я уже как-то говорил, что все мы существа эмоциональные более, нежели рациональные, кто бы там что себе не думал. Короткий анализ всех ваших покупок, даже действительно нужных, даст вам понять, что эстетика, красота, цвет могут выступать на первое место, оттесняя эргономику, практичность, долговечность. Но все же на вопрос о покупке недвижимости или вложениях в бизнес выпавшая королева кубков может указывать на излишнюю эмоциональность и неспособность увидеть истинную суть вещей. Соседние карты тут будут очень важны. Конечно, в окружении девятки пентаклей и четверки жезлов я не стану разубеждать клиента, но зачастую на практике это показывает эмоциональную вовлеченность. А она ой, как мешает увидеть правду. Отношения Мне кажется, что после прослушанной истории о госпоже империи этот блок про отношения должен стать самым понятным. Ведь она вобрала в себя образ и легкомысленной блудницы, и верной жены, и благородной жертвы, отдавшей свою жизнь ради счастья любимого. Стоит лишь разграничивать ситуативно это персона или характер самих отношений. Если это сами отношения и характер, то это состояние влюбленности, флирта, глубокой привязанности, это состояние эмпатии, то есть глубокое проживание чувств другого человека. В ее ведении тонкие чувства, эротизм, сексуальность, но не просто пентакливая, то есть когда приятно только телу, а смешанное с глубокими переживаниями, когда чувства обнажены ничуть не меньше, чем тела влюбленных. Легко представить такие отношения, когда они только начинают свои обороты и оба партнера влюблены друг в друга и их мало что сдерживает и ограничивает. Но также по королеве кубков может быть и более зрелая стадия отношений, когда речь идет о преданности, милости, о сострадании, о заботе друг о друге и взаимном внимании. Ну, а если требуется характеристика человека, представленного в раскладе королевой чаш, то вам стоит вспомнить историю про империю. И, конечно, это может быть и любовница, и барышня, способная так ловко расставить сети, что и ангел запутается, что уж говорить про бедных мужчин. Но, с другой стороны, это переданная и заботливая жена, а ее высшая степень эмпатии это настолько понимать, нет, не просто понимать, а чувствовать, что хочет твоя вторая половина, что готова жертвовать собой, растворяя в себе своего партнера, словно теряя собственные черты личности и лишь служа зеркалом отражая любимое очертание мужа. Если речь не идет о любовных отношениях, то это верный друг, готовый прийти на помощь и подставить свое плечо или стать жилеткой на худой конец. Из практики стоит сказать, что в раскладах на отношения она чаще всего показывает любовницу, нежели жену. Роль последней отведена королеве Пентаклей, ну и тут увы, в плане любовницы имею ввиду, нет разницы выпадет карта прямой или перевернутой. Реверс перевернутое значение карты. Негативное значение этого аркана раскрывается в отрицательных чертах человека. Ну давайте вместе подумаем, что это может быть. Если вам легче, то держите в голове образ госпожи империи, и мы вместе поразмышляем над тем, как она могла бы поступить в перевернутом значении в какой-то из ситуаций. Представьте, что было бы, если бы она просто была кортизанкой без всего того налета благородства, избирательности и, главное, самозабвенного любовного служения. Вот вам и реверс. Порочная, развратная, бессовестная, испорченная, беспринципная. А что было бы, если бы она не смогла покорить Дейлиль Адана, в которого влюбилась? Она бы превратилась в истеричку, скандалистку, невротичку, даму с испорченной психикой. А что было бы, если бы ее муж, узнав, что она не может родить ему детей, отвернулся от нее? Не бросил, а именно отвернулся. Алкоголь, наркотики, беспорядочные половые связи, как искусственные поиски семейного счастья, как заменители вдохновения, за что тоже отвечает королева кубков. А что было бы, если бы в свои 47, осознавая разницу в возрасте, и собственную беспомощность, она стала бы жалеть себя. Она бы сказала, все предыдущие 10 лет я так много отдавала своему мужу, наверное, даже больше, чем следовало. Так что, теперь я возьму больше, чем мне нужно. В негативном прочтении по энергетике также может быть недобор или перебор. Недобор. А от нее вытирают ноги. Она становится жилеткой для соплей, не имея сил противиться этому, стирается ее личность как таковая. У нее свой иллюзерный мир, в котором она чересчур идеализирует людей. Перебор по энергетике это взять самой то, что как считает ей полагается, основываясь на жалости к себе. Не знаю, как вас, но меня очень впечатлил образ сегодняшней королевы кубков. Мы разобрали еще не все придворные арканы, но на данный момент этот архетип самый яркий, самый человечный и поражающий своими качествами, смесью земного и возвышенного. Те из вас, кто осилил все видео за один раз, знаете, что ваша мама и я гордимся вами. Вы великолепны. Как итог по сегодняшней лекции, могу сказать, что этот аркан призывает развивать в себе восприимчивость к нуждам окружающего мира, интуицию, эмпатию, доверие и сострадание. Это время для любви, творчества и чувственности. Будьте искренни и наслаждайтесь ситуацией, и неважно вы мужчина или девушка. Эти качества присущи всем, просто в разной степени. Не сравнивайте себя с другими, сравнивайте себя самим собой. Но вчерашним спасибо большое за то, что просмотрели мою лекцию. Я благодарен вам за ваши комментарии, за ваши лайки. Ставьте побольше и да, важное сообщение. Я создал группу в телеграмм, можете добавляться туда каждый день. Я буду стараться делать короткие публикации, разбор карт, расклады. В общем, тема, которая, наша тема, которая близка будет тем, кто работает с картами. Описание будет в ссылке, имеется ввиду. Наоборот, ссылка будет в описании. Добавляйтесь, я вас жду. Всего доброго и до свидания.